привет друзья вы любите раков готовите что-нибудь из них сейчас мужики поднялись и сказали да рак из пива это самое лучшее блюдо в мире мужики я с вами абсолютно согласен вкуснее и лучше ничего нет но тем не менее существуют и другие блюда которые допустимо готовить с раками сегодня я вам хочу предложить итальянский рецепт фитучини альфредо это блюдо было придумано еще в 1914 году в городе рим в италии знаменитые итальянский шеф-повар и ресторатор придумал это блюдо она очень простое в нем всего лишь три ингредиента лапша фитучини это фитучини это форма лапши пармазан пармаджану как они говорят и сливочное масло еда получается очень сытная и недорогая потому что в то время у людей не было достаточно работы и делать дорогие блюда с использованием мяса морепродуктов и тому подобное это было дорогое удовольствие и люди не могли себе позволить поэтому умный шеф придумал сытное недорогое блюдо и она зашла на роду потому что она стоила недорого и люди стали ходить в ресторан когда первые переселенцы из италии поехали в америку конечно же они привозили свои любимые рецепты так и фитучини альфредо приехал в новый свет со временем это блюдо простое и сытное вкусное стала расходиться по всей америке и докатилась до нового орлеана штат луизиана а что такое новый орлеан это мекараков там вылавливают огромное количество раков которые потом перерабатываются отделяются шейки хвостики раков упаковываются вакуумные пакеты и расставляются практически по всем магазинам ресторанам америки креольские повара придумали как говорится адаптированную версию мы с вами сейчас сделаем своими руками пасту фитучини 300 грамм хорошо просеянной муки три яйца и один желток не полную чайную ложку соли не полную чайную ложку сахара я выдавливаю сюда зубец чеснока полная столовая ложка оливкового масла все смешали вот и все вот это будет наше тесто муку нам в принципе больше нет необходимости добавлять из этого количества муки у нас с вами получится 2 порции для двух взрослых человек и так следующий момент заводите таймер ровно на 5 минут и в течение пяти минут вымешиваем тесто очень тщательно чем дольше мы его вымешиваем тем лучше у нас с вами получится паста у меня прошло 5 минут тесто наше хорошо вымешано она не липнет к рукам сейчас ложим тесто полиэтиленовый кулечек и оставляем его отдохнуть на 30 минут у меня прошло 30 минут пришло время делать наши включение насыпайте муку не жалейте на стол потому что обратите внимание тесто у нас достаточно мягкая это говорит о том что наш будущий продукт наша будущая лапша будет нежная в то же время скажем так и тверденькая ну в общем все что необходимо для хорошей вкусной лапши самое сложное вот края наша задача скажем так растянуть чтоб толщина получилась равномерная по всему объему нашего теста обратите внимание какая у меня скалочка чудо просто невозможное чудо нам ее подарили еще лет 30 назад наши друзья из дагестана так и мы и увозим по всей европе бережем как зеницу ока я с вами будем заканчивать средняя ширина лапши феттучини должно быть 5-7 миллиметров ну давайте заканчивать у нас готова наша лапша убираем ее в сторонку и пусть она отдыхает пока мы с вами будем готовить раков чистить их они у меня уже сварены готовить соус наша лапша полежит в среднем где-то может быть полчаса специальные и сушить нет необходимости духовке сушить ребята ничего этого делать не нужно когда вы сделаете правильный лапшу правильные пропорции яиц муки и всех остальных ингредиентов у вас лапша не разварится она будет очень вкусная и нежная в италии всегда бабушки своими ручками скажем так натруженными готовят свежую пасту и сразу ее варят и подают своим детям внукам ребята пока вы будете готовить соус не забывайте про лапшу вот смотрите-ка вот только что мы с вами ее приготовили вы ее как бы регулярно и каждые минут 10 встряхиваете смотрите чтобы она у нас не слиплась она же все-таки у нас влажная если вы видите что лапша как бы слипается значит подсыпьте муку четыре на дня назад мы валили раков у меня вот остались эти вот замечательные раки и поэтому я решил приготовить сегодняшнее блюдо рассол мне уже больше этот не понадобится всех раков мы сегодня с вами используем наши красотульки готовы я сейчас начну их чистить ну как же я их люблю как они вкусно пахнут мама родная я почистил раков у меня получилось в среднем 150 грамм чистого мяса к вот мы его будем использовать для нашего соуса вот эту красоту конечно же не нужно выбрасывать потому что здесь остались у нас с вами смотрите кишня и тому подобное я сейчас все это убираю прохладное место и когда мы закончим снимать у вас видос давайте возьмем штук 10 каркасов все остальное нам уже больше не понадобится я убираю холодильник у меня здесь 250 грамм сливок заливаем наших раков 250 грамм молока в английских рецептах наверняка вы встречали такое понятие half and half половина на половину то есть они очень часто используют своих рецептурах для приготовления соусов половину сливок и половину молока я включаю нашу плиту доводим раков до кипения и затем снижаем температуру и варим в течение 10-15 минут нам нужно чтобы эта молочная смесь забрала весь аромат и вкус раков 200 грамм сыра в пармезан натираем на мелкой терочке пармезан готов зеленый чили он не острый половинка лука шалот четыре зубчика чеснока половину веточки сельдерея небольшой кусочек лука пурейхи также его режем меленько включаем плиту среднем две столовых ложки оливкового масла столовую ложку сливочного масла соус альфредо в классическом варианте готовится только на сливочном масле но учитывая что мы все-таки делаем креольскую кухню они повсеместно используют тоже и оливковое масло вот посмотрите что у нас здесь с нашими раками класс нам необходимо подрумянить наши овощи так чтобы они раскрылись дали свой аромат и слегка подрумянились добавляем сюда грамм 50 сухого вина белого немножко соли черный перчик тимьян щепотку тимьяна солью не горячитесь мы с вами до соли мы буквально в самый последний момент так вино у меня достаточно хорошо испарилась вот теперь сюда мы с вами фильтруем нашу молочную смесь и помешиваем хорошо теперь вводим сюда наш сыр добавляем сюда столовую ложку нашего острого соуса луизиана ну и пошли наши раки базовый соус готов ставьте его в сторонку ставим в воду доводим ее до кипения я ложу сюда чайную ложку соли одну две столовых ложки оливкового масла доводим воду до кипения вода наша закипела заводите таймер на три минуты как только вода закипит сразу включайте свой таймер на три минуты вода у нас с вами закипела включаем три минуты вы же знаете что в италии кушают лапшу состояние аль денте то есть она должна быть такая твердая делаем сразу тише так три минуты прошли вытаскиваем итак ребятки наша лапша готова в принципе можете и кушать прям сейчас просто добавили маслица сливочного и покушать мы обычно добавляем оливковое масло чтобы она у нас не слиплась и получила аутентичный вкус сторонку воду не выливаем я сварил соуса достаточно много потому что у нас сегодня вечером приходит друзья вот у нас будет человек шесть поэтому я сварил такую большую порцию если вы будете готовить это блюдо для двоих соответственно уменьшайте всю раскладку которую сегодня видели теперь уже вы можете смело добавлять соль допустим какой-то острый перец желательно каянский учитывая что все-таки это креольская кухня я бы добавил сюда еще пару ложечек соуса лузиана но я не буду этого делать я добавлю непосредственно свою тарелочку потому что гости которые к нам приходят они не очень любят острое поэтому я стараюсь сделать оптимально так чтобы все были хаппи попробуем изумительно всю лапшу которую я сварил я не буду смешивать соусом так как я уже сказал что к нам придут гости вот и у меня еще заготовленная лапша я буду еще доваривать сейчас я специально для вас сделаю небольшую порцию скажем так демонстрационную и мы с вами уже продегустируем добавляю сюда допустим одну порцию которую бы я хотел бы скушать соус и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто балдеж! Невероятно! Боже, как же это вкусно! Вы себе представить не можете. Обязательно приготовьте! Как вы видите, это дело сегодня сложно. Нежнейшая лапша, но в то же время тверденькая, как и должно быть. Аль денте. Соус полный вкуса. Сыр пармазан. Наши раки. Специи, которые здесь представлены. Ребята, это блюдо, вы знаете, порадует кого хочешь. Особенно тот, кто любит вот среднеземноморскую кухню. Это идеально. Ну, на сегодня все. Мы с вами приготовили еще одно интересное, вкусное блюдо. Надеюсь, что это видео было вам интересно, полезно. Увидимся в следующий раз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok